Приветствую вас! Есть такой институт изучения войны. Вы часто видите его сообщения, но в этом удивляться. Смотрите, Министерство обороны может только официальное сообщение и комитировать. Ну, Россия мы не считаем, там вообще нет Министерства обороны, там такая пьяная Шойгу и еще не очень трезвый Герасимов, а мы нормальны. И по этой причине, даже когда вы постоянно говорите, а где, где информация про конкурс наступления, давайте! Стоп, стоп, стоп. Министерство обороны дает официальную информацию, кратко и так дальше. А от института изучения войны он свободен. Ну, это считается независимой международной организацией, которая финансируется не с Конгресса США, как писали чудики, а действительно он финансируется за счет частных денег, различных американских и европейских бизнесменов. По этой причине она была свободна. Вот она проанализировала украинское контр-отступление. То есть она вот, когда плохо говорит, плохо, да, украинская армия наступила. Она говорит, то есть ей не надо что-то там вырисовывать, показывать. Она говорит, да, отступила, да, проиграла. Да, такая ситуация. Украинская армия наступает, да, наступает. То есть, понимаете, тут нету вот этого типа, ну давайте мы сделаем так, чтобы красиво, так и нет. Вот как есть. То есть они сделали анализ там, тем более шла. Ну, они часто залучают экспертов бывших там всяких военных министров, генералов и так далее. Бывших. Почему бывших? Вы понимаете, действующий не имеет права работать. Ну, это сопрещено. То есть, если ты действующий генерал, он, ну, есть, он должен быть генералом. Все. Уж он отставил? Пожалуйста. Можешь анализировать, рассказывать, комментировать. Проблем нет. Но действующий нельзя. Только они привлекают бывших, которые как бы сейчас на пенсии, ну, генералов, адмиралов и так далее. Причем не только США. Практически со всего мира. Даже индусы есть эксперты. Не, ну, в принципе, понятно, что такой же генерал и так далее. То есть лейтенантов не привлекают. Вот они проанализировали и довольно такую сделали, ну, как бы, глубокий анализ с точки зрения военных экспертов. И вот их заключение. Там все, если хотите, почитайте на громаднейшую. Просто громаднейшую. Эксперты из утопления войны считают, что украинская контрнаступательная операция стремится создать асимметрический градиент истощения. Да, да, да. Вот так написано сразу. Я просто читаю, как они пишут. Вот. Что позволит сохранить украинскую живую силу и нанести чрезвычайные потери для российской армии. Они не пишут там русняк, худняк, такого там нет. У них все цивилизованно. Украинская, украинская, не украинская, не украинская. Ну, и дальше пишут, что медленные темпы объясняются тем, что тактика украинской армии поменяла. Она больше ориентирована на уничтожение баз и сохранение живой силы. Здесь они очень. Мало того, ну, я понимаю, что они не будут вам раскрывать. Даже если у них есть какая-то информация закрыта, они публиковать не будут. Ну, но там написано, что, что соотношение потерь военнослужащих, у них все цивилизованно. Военнослужащие российской армии, военнослужащие украинской армии. Там такого, там, такого мата у них нет. Понятно. Так соотношение 6,2 раза украинская армия меньше, чем российская. Вот так вообще. 6,2. Ну, так они считают. Да, я говорю, я не знаю, где они берут эти данные. Ну, если даже у них есть, они же вам не признаются. Подобные эксперты что еще указывают? Да, они указывают действительно то, что авиация в России значительно большая, и она создает проблемы и так далее. Там все есть. Они даже приводят, что, ну, соотношение авиации украинской и российской не в пользу Украины. 6,3. Там вообще получается 1,4. Да, но вместо России больше. Это много. Очень много. Рассматривают они артиллерию, но рассматривают в контексте... Ну, короче, залпа. То есть артиллерия большего диаметра, меньшего диаметра. Такое замудренное слово, честно говоря. Я так и не понял, куда он иклонен. Ну, просто тут ситуация следующая. Что на сегодняшний момент с точки зрения, вот, как бы сказать, снарядов паритет. Ну, российского. А вот с точки зрения количества в российской армии больше. Ну, по диаметру. Как это? По силе залпа. О, господи. Ну, они же как-то это считают. Про танки они так, ну, общих там написали, что да, сгадали леопарды и все. И сгадали, что их мало, надо больше. Ну, тут и всем понятно. Плюс ко всему, действительно, они очень много там уделяют минным полям с отношением. Ну, как? Они констатируют факт. Минные поля есть. Да вы сами-то знаете. Их много. Тоже знаете. Что они там охватывают километры территории. Тоже знаете. Ну, там, да, тут и ничего такого сенсационного, но не написали. Ну, то есть они подтвердили то, что вы сами много раз слышали. Минные поля есть. Есть. Да, понятно, там они пишут, что надо больше техники для разминирования и так дальше. Ну, там они действительно перечисляют, ну, им как бы объясняют, что было целесообразно, что страны НАТО больше поставили в Украину техники для разминирования. Ну, понятно, понятно, понятно. Это ведь так понятно, что это больше. Насчет подготовки, как раз они пишут хорошо. Подготовка украинской армии хорошая. Помните там немцы-то выпендривали? Вот какая подготовка, только раз хорошая. Ну, и общая тактика, они говорят, что да, вот сейчас тактика украинской армии рассчитана на то, что максимально выбивается враг в тылу врага. База, ну, там тоже, они довольно много там перечисляют, действительно, ну, та же информация, вы много раз слышали, какие российские военные базы были уничтожены, сколько там уничтожено было различной военной техники, оружия, живой силы, это все они перечисляют. Плюс делают, ну, как бы, оценку, насколько сильно уничтожены. Ну, понятно, некоторые больше, базы, некоторые меньше. Вспомнили потери российских генералов. Ну, смотрите, конечно, с точки зрения войны, когда убивают генерала, это считается, что, ну, достигли цели. Ну, понимаете, генерал всегда же прячется. Ну, не надо, не надо, только не надо, вот это мне не надо, что русские генералы, они ж как крысы прячутся от всего. Представляете, какие там бункеры, какие все. Они же там с воздуха светят, солнце же они видят. Ну, понимаешь, генералы все боятся. И когда их уже достают, о, вот это уже серьезно. Ну, понятно, что здесь, конечно, срабатывает где-то разведка, плюс это, да. Потому что, говорю, ну, генерал всегда хавается на последнюю. И когда уже действительно попадает по штабу, попадает так с размахом, да, это существенно. Ну, что ж, молодцы наши ребята здесь попадают. Ну, нет, 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 нет. Нет, ну, тут надо дать должное, что, конечно, война учит. Понятное дело, что год назад значительно сложнее было. Ну, во всяком случае, украинская армия не умела так, действительно, точно уничтожать российские базы. Ну, и плюс ко всему, ракет не было столько тех же снарядов и так дальше. Стволов, вот ты сказал, стволов, вспомнил, да. Они измеряют количество, не количество этих, а делают залпы стволов. Так что, мы вот видите, в этом оказывается меньше. В России больше. То есть, снаряды есть, а количество стволов в России больше. Что есть, то есть. Ну, зато им хорошо. Так что, ну, что вам сказать еще? Да вы сами все знаете. Ханарис. Не, я понимаю, что беззубый щенок ночью будет рассказывать, что вот, да мы, да все. Ай-яй-яй, да. Ну, кого вы слушаете, беззубый щенок, родные мои. Ну, вы же сами же видите, это полное ничтожество. Нашли кого слушать. Ну, неужели он правду скажет? Ну, сами подумайте. Как этот беззубый щенок Володька Путин может сказать вам правду? Если он полностью заврался, переврался, он уже врет так, что сам не помнит, что он говорил раньше. Да, блядь. По этой причине уничтожим всех русских фашистов, очистим Россию от фашизма, наведем порядок, установим правильную власть и будет все замечательно. А пока что, обращаю ваше внимание, украинская армия имеет в 6 раз меньше потерь, чем российская. Уж они-то точно знают. А вы там безумный щенка слушаете, как успешно наступает. Да прекращайте. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода